Всем привет! С вами Ольга Чернова, Моя Городная Азбука. Сегодня 31 января. Сразу напомню тем, кто не знает, это томаты, не массовый посев. Это для получения супер раннего урожая, для теплицы с двойным подогревом. С подогревом грунта и подогревом рассада, поэтому я сеяла их рано, 23 января. Сегодня прошло 8 дней после посева, будет первый полив. Так как первый полив я считаю очень важным, ну как и весь режим полива, нужно уделять ему сильно большое внимание, я всегда про это говорю. Так как я считаю его важным, будет видео очень-очень подробное. Буду рассказывать все сначала, вот расскажу на словах, каждое свое действие обосную, а потом покажу, как я это делаю на практике. Первый полив мы можем совместить, я уже в предыдущем ролике говорила, или с профилактической обработкой, вот когда будем поливать, можем еще сделать профилактику от грибковых заболеваний. Также первый полив можно совместить с улучшением состава грунта, с повышением плодородия. Также поливая, но это разными средствами, также поливая грунт, мы можем туда что-то добавить. Тут выбирает каждый для себя. У кого, например, угроза есть, ну вот этих заболеваний, например, у вас часто год за годом появляется черная ножка, не знаете от чего, потом вдруг какие-то наметки, появление плесени, тогда вам лучше с первым поливом добавить дезинфекторы. В качестве дезинфекторов применяет каждое средство, которому доверяет, кто-то поливает раствором фитоспорина, кто-то поливает раствором органцовки. Я в прошлый год показывала, когда первый полив, и говорила, что я никогда не поливаю простой водой, всегда поливаю бледно-розовым раствором органцовки, поэтому у меня ни плесени на поверхности, ни черной ножки никогда нет. Вот это для тех, у кого угроза заболеваний. Если вам о заболевании не грозит, вот, например, видите, что грунт чистенький, никакой плесени нет, ничего, вы грунт протравили, или вы считаете, что он у вас составлен из безопасного грунта, ничего не грозит, но не добавили вы в свое время никаких удобрений, никаких питательных веществ для рассады, и грунт, вы знаете, что он бедноват, то во время первого полива можно добавить именно плодородие, изменить состав грунта в лучшую сторону, и чтобы был он плодородный. Вот смотрите, вот таких, у меня комментариев сейчас уже много, когда я рассказывала, что я с осени суперфосфат добавила, сульфат калия добавила, сейчас добавила ложку золы, многие люди пишут, что делать, если мы осенью не добавили ни суперфосфат, ни калий, нет у нас золы, нет у нас перегноя, а, я еще осенью добавила перегной, что делать, когда грунт бедный? Я вот уже упоминала в одном из видео, у нас очень много вот таких биопрепаратов, которые могут исправить ситуацию, если мы здесь посмотрим, сейчас я сделаю, чтобы вам тоже было видно, вы видите написано, в составе тут есть калий, есть фосфор, есть магний и есть бор, добавляя во время полива вот такие биопрепараты, натуральные, экологически чистые, вы сделаете грунт, в котором растет рассада, сбалансированным, и если ничего вы не добавили до этого, то это можно исправить ситуацию сейчас. Пишется, что восстановление плодородия почвы, подавление грибковых заболеваний, и здесь, если кто-то сомневается насчет экологичности, тут написано, сейчас, подождите, я найду вам, вот, не является, сейчас, подождите, не является агрохимикатом или пестицидом, то есть это полностью биогумат, экологически чистый, никакого последствия не для вашего здоровья, не для здоровья ваших вот растений не будет. Так, можно было сделать предпосевную обработку почвы, если вы упустили предпосевную, можно, так вот, можно было семена, про замачивание семян я отдельно сниму, если предпосевную обработку почвы пропустили, значит, корневая подкормка и опрыскивание по листу, а корневая подкормка, это у нас не что иное, как полив под корень, вот то сейчас, то, что мы сейчас будем делать, поливать под корень и добавлять вот это, вот другими словами, это можно, конечно, сказать, что это корневая подкормка, но я назову это сейчас улучшение состава грунта, мы в грунт добавляем вот эти все вещества. Вот у меня попалось средство, так, московский изготовитель, биокомплекс какой-то, но это не важно, биокомплекс, ага, в прошлом году, в позапрошлом году я показывала вам гуми Кузнецова, точно такое же, любые вот такие черные средства, в прошлом году еще показывала я вам полторашку такую, которую покупала наших местных производителей, не имеет значения, главное, чтобы здесь был комплекс микро-макроэлементов, и тогда это и повысит плодородие грунта, и позволит вашей рассаде хотя бы до пикировки, до пересадки в другой грунт полноценно питаться, и быть, как вам сказать, ну быть здоровым, быть здоровым позволит растениям, все. Так, сейчас я для тех, кому не хочется смотреть все, я сейчас в двух словах скажу, сейчас я разведу по инструкции это средство, налью в бутылочку, пролью вот так вот под корень, проливаю под корень основательно, а между рядами могу вообще не поливать, или могу полить немного, а еще лучше можно просто сбрызнуть, иногда просто сбрызгиваю. Тут я вот еще не открывала, инструкция очень проста, написано, что, сейчас прочитаю, так, объем колпачка 5 мл, на 10 литров надо 20 мл, значит, на 5-литровую баклажку один колпачок 5 мл, а мне нужно всего лишь на маленькую дозу, я возьму прям шприц, шприц, потому что мне много не надо, не надо прям совсем минимально, я просто вам хочу показать весь процесс, так, все, я взболтала, инструкция на каждом препарате есть, я себе даже полностью не ту дозу не делаю, которую указывает производитель, потому что, как вы понимаете, мне она, в принципе, и не нужна, потому что у меня там и фосфор, и калий, и азот, еще золы добавила, все микроэлементы есть, необходимо тем, у кого бедный грунт, кто в свое время ничего не добавил, так, стараюсь поверху не поливать, поливаю в те строчки, в те редки, куда укладывала семена, и я уже знаю, что первый полив, он должен быть самым минимальным, потому что растенец еще очень маленький, и расход им нужен совсем-совсем маленький, я вот всегда первый полив делаю пол-литровую баночку, на один вот такой лоток, но вы же понимаете, что и пересушенность грунта у нас разная у всех, у кого-то сухой грунт, у кого-то более влажный, так что, может быть, у кого-то будет больше расход, у кого-то меньше, и когда первый раз смочила, я второй раз иду по этим же местам, ну, то есть, так же под корень, по этим же рядам, потому что корневая система очень маленькая, поливая в междурядье, мы просто бесполезно выльем эту воду, потому что корешок, он еще не распространяется, у него нет боковых корней, он весь, вот как, ну, короче, он пока что корешок вот такой, в такой плоскости, в вертикальной, горизонтальных еще нет, и тут поливать можно просто в то место, где посажено семечко, ой, что-то окривело, все, я пол-литра полила, и моим крошкам, вот совсем маленьким, первый раз, я потом долью, когда выключу камеру, этого хватит, если вас смущает, что вот здесь вот земля по междурядьям сухая, иногда я делаю опрыскивание, просто вот так приближаю, и прыскаю, все, вот смотрите, в прошлом году я посеяла первый раз 26 января, поливала первый раз, через 10 дней, 8 февраля, 26 января посев, 8 февраля я, по-моему, ну, неважно, короче, через 10 дней, я помню, что я выдержала 10 дней, в этом году я не выдержала 10 дней, ну, потому что грунт прям на глазах пересыхал, 8 дней, но все равно, это как раз вот тот самый срок, когда от посева до первого полива, 7, 8, 10 дней выдерживать нужно, и самое главное, каждый год говорю, золотое правило полива, вообще полива рассады молодой, не переливать, не переливать, потому что рассада, она с большим успехом, лучше переживает пересушенный, чуть подсушенный грунт, чем переувлажненный, повторюсь еще раз, не устану повторять, что переувлажненный грунт, излишняя влажность, это шанс всем грибковым заболеваниям начаться, провоцирует различные корневые гнили, все на свете, пусть будет суховатый, первый полив, что вы должны о нем знать, он должен быть не обильный, он должен быть минимальный, вот у меня прошло 8 дней, сейчас они повзрослее стали, и возможно, следующий полив, я уже не буду 8 дней ждать, возможно, через 6 дней полью, для полива одного лотка, я дальше буду говорить, уже может быть, 1 литр потребуется, это все мы смотрим по обстоятельствам, смотря как быстро они выпьют, эту землю, ой, эту воду, но тут не столько растения выпьют, жаркая температура в комнате, она, конечно, испарится, просто так некоторая влажность, все, так, что еще хотела сказать, а, и еще что можно передавать, например, кто-то сомневается, у него, возможно, и угроза грибковых заболеваний, плесень появилась, но и он знает, что у него и грунт бедноватый, что делать, тогда во время поливов можно чередовать, первый полив советую все-таки сделать с дезинфицирующими средствами, чтобы обезопасить вот этих крошек от различных заболеваний, а второй полив уже через 5 или через 6 дней, когда будем поливать, тогда можно добавить вот эти средства, различные гуматы, уже для повышения плодородия, и для сбалансированного питания, вот этих сеянцев, если у вас грунт не, ну как, если вы ничего не добавляли туда, если грунт неудобренный, все, это первый полив, рассказывала очень подробно, потому что считаю первый полив самый важный, некоторые прям во время первого полива так обильно польют, устроят болотца, что они потом до второго полива не доживают, у меня такое тоже было, когда была молодая, я любила их лишний раз полить, развести сырость, и вот устроив это болотце, я удивлялась, ну почему же они не растут, и поливаю я их, и на окне, на солнышке они стоят, я думала, что чем больше польешь, тем лучше им, они от жажды не умрут, у них всего вдоволь, а вот эта вдоволь, губит рассаду, до смертельного исхода доводит, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это первый полив рассады, не переливать, не переувлажнять, даже если вы решили что-то добавить, дозы сверх тех, которые указаны в инструкции, не добавлять препаратов, вот если надо 1 мл, то добавляйте всего 1 мл, в этом случае...